Я хотел бы перейти, может быть, к основному докладу. В марте стоялось первое заседание Высшего экономического совета. Тогда было принято решение главой Чувашской республики Олегом Алексеевичем Николаевым о подготовке программы социально-экономического развития на пятилетие. Ну и для начала необходимо было проанализировать ситуацию, определить основные проблемы, которые есть в республике. Ну и определив эти проблемы, необходимо было определить пути решения этих проблем. Анализ показал, что, к сожалению, за предыдущие десятилетия, почти по всем направлениям социально-экономического развития Чувашия опустилась на более низкие места по некоторым направлениям очень сильно, причем ключевое, на мой взгляд, направление – это инвестиции, инвестиции в экономику. И здесь мы в разы потеряли, ну, в два раза примерно потеряли, по сравнению с тем, что имели 10 лет назад. Ну и это вот такой был анализ. После этого Игорь Ильич Миламед, руководитель соответствующей группы, обозначил пути решения проблемы. Были проведены очень много заседаний рабочих групп. И в отраслевом, и в территориальном разрезе сейчас подготовлен 300-страничный документ. Это проект документа, он еще будет дорабатываться, как было сказано. Но это уже основа. И сейчас, конечно, было бы важно послушать Игоря Ильича, посмотреть документы. Я всех призываю внимательно посмотреть, причем критически посмотреть, высказать свои пожелания. Николай Васильевич их уже, некоторые из них обозначил, беспрозванных предложил свои некоторые предложения, озвучил. Ну и я думаю, что многие из вас, также подчистав документ, дадут более конкретное, может быть, видение того, как необходимо решать проблемы и как двигаться вперед. Игорь Ильич, вам слово. Просто добавлю, нет инвестиций, нет экономического роста. Нет экономического роста, нет роста доходов. Это такие взаимосвязанные вещи. Поэтому центральная задача – это увеличение инвестиций в экономику и в социальную сферу. Пожалуйста, Игорь Ильич. Уважаемый Олег Алексеевич, уважаемый Анатолий Геннадьевич, уважаемый Николай Васильевич, уважаемые члены Высшего экономического совета, участники торжественного заседания. Скажем, для меня было сегодня сюрпризом, что уже и Алексей Сергеевич Беспрозванных, и Александр Аннольдович Броверман успели посмотреть, причем именно вторую редакцию, потому что те комментарии, которые они делали, они делали по вторую редакцию. Так что это уже продолжение обсуждения. Программа, вот она лежит. Она очень большая. Почему она оказалась такой большой? Мы специально, хотя и не обсуждали это с Анатолием Геннадьевичем, сделали так, что каждый муниципалитет имеет полностью автономный свой раздел. Поэтому здесь очень большое дублирование информации, но каждый муниципалитет может взять свой раздел и с ним работать. Поэтому здесь получилось, что вот четыре больших тома из шести – это муниципалитеты. И, соответственно, большое приложение, где детально расписаны все проекты, мероприятия и прочее. Но здесь дублирование тоже есть. Оно есть, потому что все идет в отраслевом разрезе, и все идет в муниципальном разрезе. Вот как Александр Анатольевич заметил, а по тексту все время идут такие матрицы, которые показывают, что у нас на пересечении муниципалитета и отрасли. Чувашская республика – небольшой, компактный регион в самом центре Поволжья, с богатой и самобытной культурой коренного народа, с высокими традициями особой духовности, ответственного отношения к земле, к труду, к традициям многодетной семьи. Сегодня Чувашия полностью обеспечена всей магистральной внешней инфраструктурой – транспортом, энергией, связью, газом. Внешних инфраструктурных ограничений развития республики сегодня нет. Сегодня все проблемы развития республики – сегодня нет. Сегодня все проблемы развития – это проблемы внутренние. При этом, как хорошо известно, и сегодня много раз об этом говорили, решением правительства Российской Федерации республика была включена в список 10 отстающих регионов России. Действительно, многие показатели экономического развития, многие показатели качества жизни оказались в конце рейтинга среди российских регионов. Поэтому, когда произошла смена руководства республики, исполняющим обязанности главы Чувашской республики Олегом Алексеевичем Николаевым, была поставлена задача разобраться в причинах такого развития событий, понять, когда и почему что-то пошло не так в развитии, выявить болевые точки и, главное, сформулировать, что нужно сделать, чтобы измерить ход развития республики. Обеспечить самоподдерживающийся устойчивый процесс развития экономики и повышения уровня и качества жизни ее населения. Причем сделать это так, чтобы люди реально почувствовали улучшение непосредственно в ближайшее время. Поэтому было принято решение написать программу развития республики на 5 лет. Сегодня, как уже говорили, все документы стратегического планирования, которые и программного управления, которые являются обязательными, в республике есть, поэтому крайне важно, чтобы был документ, который объединяет все эти обязательные документы и четко показывает, что надо делать. Очень правильно было сказано Олегу Алексеевичу, это абсолютно конкретная программа действий, которые надо предпринимать в эти 5 лет. Как готовился документ? 24 апреля Международный Центр развития регионов, который является основным разработчиком, представил первый вариант программы. В нем упор был сделан на анализ проблемы республики. Надо сказать, что это разбудило творческую энергию органов государственной и муниципальной власти и народа республики. Скажем, из всей моей 30-летней практики написания государственных программ, такого широкого обсуждения, может, это, конечно, следствие пандемии, у нас еще не было. Обсуждения в прессе, в экспертном сообществе. Мы получили более 500 предложений от жителей и экспертов. Было проведено более 30 обсуждений в режиме ВКС с большинством министерств, со всеми муниципалитетами, с некоторыми даже не по одному разу. В пяти заключительных ВКС принял участие глава республики, в десяти – председатель Высшего экономического совета. Все предложения, сразу хочу сказать, мы постарались учесть. Обобщить, конечно, как-то в комплексном виде. Те, которые достаточно масштабны, а такие были, они собраны в отдельную папку для более глубокого последующего изучения. Мне уже приходилось это говорить, но я еще расскажу, что все, что связано с предложением по персоналиям, мы не рассматривали. Прошу поэтому это иметь в виду. Таким образом, вам представляется сегодня комплексная программа, если угодно, жесткий плановый документ, комплекс проектов и мероприятий, увязанных между собой по ресурсам, срокам, промежуточным и конечным результатам, возможностям магистральной и локальной, транспортной, энергетической, информационно-коммуникационной и социальной инфраструктуры, по трудовым ресурсам и специалистам. Итак, первый вопрос, на который нам надо ответить. Когда в республике что-то пошло не так, и в чем это выразилось? Посмотрите, пожалуйста, на график изменения ВРП республики с 1997 года. 1997 год за 100% синий цветом России, красным Чувашиной. До кризиса 2008 года, вообще говоря, все нормально, немножко медленнее, но все в порядке. Если теперь взять 2008 год за 100, то вы видите, что падение в республике было намного более масштабным, чем в России. Падение на 17,7%. ВРП 2018 года, вот последняя точка, это последний на сегодня официальный ВРП, поэтому он здесь и взят. И вот к 2018 году республика не смогла даже выйти на уровень 2008 года. Сегодня это лишь 90, извините, в 2018 год это 95 с небольшим процентом. Если посмотреть на 10 основных агрегированных показателей, это уже сегодня в том числе упоминал Анатолий Геннадьевич, они все стали хуже по отношению к 2008 году. Здесь особенно настораживает два показателя. Обобщенная производительность труда, то есть валовый региональный продукт на одного занятого в экономике, всего 44% от среднероссийского показателя, а и инвестиции на занятого в экономике меньше 40% от среднероссийского. По сводному показателю качества жизни республика опустилась с почетного 32-го места на 44-е в 2019 году. На слайдах это хорошо видно. Посмотрим отдельно на промышленности и сельское хозяйство. Вот здесь я хотел бы обратить внимание на состояние к 90-му году. Республика в 98-м году, к сожалению, испытала в промышленной сфере одно из самых больших падений до 26% от уровня 90-го года. Страна в целом, Россия, все-таки удержалась на уровне в 44%. Следующее падение произошло, как я уже говорил, в 2009 году. Здесь падение составило до уровня 40% от 90-го года. И если брать промышленность сегодня, то республика находится на уровне 63% к 90-му году по объему промышленного производства. Здесь на втором графике очень хорошо видно, что падение по отношению к 2008 году составило целых 26%. сельское хозяйство. Здесь ситуация намного интереснее. Сельское хозяйство республики не очень чувствительно к кризисам, но, к сожалению, очень чувствительно к погодным условиям. Засуха 2010 года, как видно, вот хорошо на втором графике, сказалось на республике гораздо сильнее, чем на России в целом. Но всё-таки очень интересный факт, хочу его отметить. Сельское хозяйство республики фактически восстановило свой объём производства по отношению к 90-му году. Итак, что сдерживает сегодня развитие республики? Наиболее крупные проблемы. Я уже сказал, республика небольшая. 18 тысяч квадратных километров, 10 тысяч сельскохозяйственных угодья, 8 тысяч пашня. По обеспеченности у пахотной земли всё замечательно. В 7 раз больше стандарта ООН для выживаемости населения. Распахана сегодня вся. Последние 30 тысяч гаг пахотной земли будут уже в следующем году введены в обороты. Отсюда, на самом деле, очень большая проблема. Резервов земли в республике нет. Вторая проблема. Республика хорошо заселена. Самая большая плотность населения в Приволжском округе и вообще даже в России 10-е. 1,2 миллиона. Диаграмма в целом по республике, по полу и возрасту выглядит очень неплохо. По существу, даже спад, который произошёл после того, как у нас ушли, так сказать, наверх наивные дети перестройки, он в республике оказался не столь сильным. А вот возрастная структура, полувозрастная структура сельского населения, то, что на правой диаграмме, является очень настораживающей. Посмотрите, у нас выбытие трудоспособного населения на селе происходит очень быстро, примерно с темпом 1-2. То есть замещение в два раза меньше, чем выбытие. И что очень настораживает, это то, что у нас женского населения существенно меньше в трудоспособных возрастах, чем мужского, а в основных детородных возрастах просто провал. Вот 25-29 лет, посмотрите, у нас такая яма. Поэтому дефициты строения сельского населения – это очень большая проблема республики. Третье. Обеспечение населения водой. Формально воды достаточно. Волга, Сура, пять крупных водохранилищ. Но за водоподачу и водоотведение отвечают сегодня поселения. Этот процесс спущен на уровень поселений. Курируют это три министерства – Минстрой, Минсельхоз, Минприроды. Все ведут разную статистику. Если ее свести, получается, водой должного качества сегодня обеспечено 67% населения республики. Природно-охранный прокурор, с которым мы это обсуждали, считает, что это очень завышенная величина. С водоотведением ситуация, с моей точки зрения, хуже. Из 104 миллионов кубических метров сточных вод, 30 миллионов сегодня не ощущается совсем. Но я бы сказал, что хуже выглядит другое, что очищается до нормативного состояния всего полмиллиона кубических метров. Поэтому я считаю, что качественной воды в республике, как с точки зрения водоподачи, так с точки зрения водоочистки, сегодня недостаточно. Локальная инфраструктура. Из 10 тысяч с половиной километров местных дорог 70% ненормативного качества, а почти 5 тысяч километров не имеют твердого покрытия. Тысячу населенных пунктов в своих границах не имеют дорог с твердым покрытием. У эспубликанских дорог в ненормативном состоянии 56% и имеются существенные разрывы. Я даже написал, что автомобильные дороги – это беда республики сегодня. И, скажем, не было ни одного муниципального образования, который не начинал бы проблемы республики со слов дороги. Локальная энергетика. Не буду перечислять здесь подробно. Износ 60% неисторическое закрепление мощностей за предприятиями откровенно сдерживает развитие. Магистральных проблем нет, а локальные – очень серьезные. По инфраструктуре инвестиционно-коммуникационной есть проблема последней мере, есть слепые зоны. И мы, конечно, ждем от цифровизации услуг, структуры управления и вообще развития отрасли очень большого прорыва. Сегодня это, конечно, возможности, но пока недостаточно используемые. Сегодня уже упоминались особенности структуры экономики. Она нетипична для России. Сельское хозяйство в структуре ВРП в два раза больше, чем в среднем по России, обрабатывающее в республике почти 28%, а в России – 19%. И полная яма в добывающей промышленности в республике меньше 1,1%, почти 15% России. Так что основные для нас – это, конечно, обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство. К сожалению, пока полагаться на добывающие отрасли мы не можем. В обрабатывающей промышленности у нас ключевыми являются пищевая, химическая, электронно-электротехническая, производство транспортных средств. При этом главная проблема – промышленное производство имеет крайне низкую степень локализации. Продукция чувашских предприятий находится, как правило, в конце или в середине длинных технологических цепочек с большим числом участников из разных регионов страны. Я вам скажу, что когда мы писали программу 20 лет назад развития республики Татарстан, то президентом республики Татарстан перед нами была поставлена задача. Каждый рубль, вошедший на территорию республики, должен прокрутиться в ней 5 раз, потом пусть и ходит. То есть степень локализации должен был равен 5. Так вот, я вам скажу, что я долго мучился, но я даже цепочки длины 3 построить в промышленности республики каюсь не смог. Поэтому локализация производства в республике у нас крайне слабая. А это как раз и делает и промышленность, и экономику республики крайне чувствительной кризисом. Мы зависим от всех остальных и парировать кризисы изнутри республики не можем. Кроме этих глобальных проблем, был проведен полный анализ проблем по всем отраслям и муниципалитетам республики. В таблице приведены перечни проблем, количество проектов и объемы финансирования, которые сегодня предусмотрены. Всего было выделено 106 проблем. Они разной степени укропненности. Здесь мы как бы анализировали вместе с министерствами. Проектов республики, подготовленных сегодня для реализации. Именно выведенных на стадию проекта, которыми можно работать в процессе реализации. 1338. Они требуют объема финансирования в 263 миллиарда рублей. Хочу сразу отметить, что проблемы муниципальных образований, к сожалению, были совершенно одинаковы. Безденежья, дороги, вода, образование, культура. Очень интересно, что почти в качестве проблем не называлось здравоохранением муниципалитетом. По путям выхода из этой ситуации был разработан детальный план мероприятий «Дорожная карта» по решению проблем развития промышленного комплекса. Некоторые из них носят общий экономический характер. Было выделено 59 конкретных организационных, нормотворских, институциональных и общесистемных мероприятий, которые требуют тесного взаимодействия с федеральными министерствами. Ну, я так понял, что многие их уже проанализировали. Проекты промышленности у нас реализуются в 73 предприятиях 14 муниципальных образований. В ОПК у нас было выделено 17 проблем. Было сформулировано 7 крупных направлений. Также по работе в основном и с федеральными структурами, и внутри республики. Это один из крупных разделов программы. Здесь 163 проекта, но это включая перерабатывающую промышленность, то есть с доведением до уровня пищевых продуктов. Реализуются они во всех муниципальных образованиях. Итак, что надо делать для исправления ситуации? Я уже сказал, что проанализированы были все подготовленные сегодня проекты. Из них 1029 проектов инфраструктурного развития и развития социальной сферы, 309 инвестиционных проектов экономического развития. В принципе, они снимают во многом остроту проблемы республики и в экономической, и в социальной сфере. По бюджетам. Из этих денег федеральный бюджет 58 миллиардов, бюджет республики консолидированный 44. Сразу хочу сказать, что здесь и проекты, которые связаны с объектами федеральной собственности. Это у нас объекты в аэропорту, перрон, рулёжка. Это частично дорога М7 в той части, которая будет реализовываться предприятиями республики. А также, скажем, проекты, по которым будут приниматься отдельные решения в рамках тех программ, в которых они реализуются. Проекты благоустройства города Чебоксары. Создание в республике, ну и в том числе, в первую очередь, опять же, в Чебоксарах, ливневой канализации. Кстати говоря, которая сегодня полностью отсутствует вообще в городах республики. Это третье транспортное полукольцо, поэтому не надо к этим числам относиться с предубеждением. Распределение по объёмам финансирования, по видам бюджета, по годам, по муниципалитетам. Всё это приведено на слайдах, которые перед вами. Весь анализ выполнен, всё детально показано. В отраслевом разрезе наибольшие объёмы финансирования приходится, как правильно здесь уже было замечено, конечно, на строительство, промышленность и АПК. В муниципальном разрезе на Чебоксары, Новочебоксарский, Цивильский район. Это в части инвестиционных проектов, инфраструктурные и дорожные части, на дорожное хозяйство, ЖКХ, образование. В муниципальном разрезе на Чебоксары, Новочебоксарск, Козловский, Батыевский районы. Какие у нас результаты? Объём ВРП увеличится в ценах 2020 года. Я дальше всё буду говорить в ценах 2020 года для сопоставления. До 399 миллиардов рублей. Сегодня у нас в 2018 году 317 в этих ценах. Темп годовой темп прироста 3,3%. Обобщённая производительность труда темп прироста 3,4%. Наибольший вклад, обрабатывающий промышленность, сельское хозяйство, строительство. Проступление налогов от реализации программы в бюджетную систему страны 25-й год дополнительно 9,6 миллиарда рублей в консолидированный бюджет республики 7,3%. 13,9 тысяч рабочих мест будет создано по программе. Всего будет затронуто эти 33, остальные будут глубоко модернизированы. Показатели. Уровень безработицы мы планируем снизиться до 4,2%. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума до 10. Объём промышленного производства возрастёт на 37%, сельскохозяйственного на 40%. Энергоёмкость снизится на 11%. Ожидаемая продолжительность жизни рассчитываем, что выйдем на показатели, поставленные президентом, 78,1 года. Дороги республиканские доведём в нормативное состояние до 57%, муниципальные – до 45%. И объём сбрасываемых неочищенных сточных вод – до 10 миллионов кубических метров. Итак, самый важный момент, что ещё мы можем сделать, кроме этого. Сегодня, как показывают расчёты, опросы и так далее, 70 тысяч населения республики работают за её пределами. Возврат этих людей к трудовой деятельности на зарегистрированной в республике предприятии даст очень большой эффект. В транспортной отрасли у нас большие резервы по федеральным дорогам и по М7, и особенно по М12. У нас есть все шансы получить здесь, если не подряды основных подрядчиков, то субподряды, особенно в части земляных работ и так далее. По сельскому хозяйству – это, конечно, доведение объёмов производства выращенной сельскохозяйственной продукции до 100% переработки на территории республики. Локализация производства в республике, как я уже говорил, одна из основных задач. В промышленности есть все шансы выйти на уровень разумной локализации путём создания 8 индустриальных парков, пятигосударственных, трёхгосударственных и пятичастных, введением нескольких кластеров. Не обязательно их доводить до 779-го восстановления. Важно, чтобы они работали согласованно, чтобы у нас возникли кооперационные связи. Пять кластеров сегодня просматриваются. Очень многое ждём от программы комплексного развития сельских территорий. Сами понимаете, какая проблема с сельским населением. Драйверы роста, конечно, IT-технологии, цифровизация, без сомнения, жилищное строительство, новые формы торговли, туризм. Здесь очень многого ждём. Мы тщательно это прорабатывали от той части, которая связана с реабилитацией. Это может стать серьёзным коньком республики. Знаковые проекты сегодня для имиджа республики – это аэропорт. И это, конечно, комплексное развитие столицы республики, города Чебоксары. Чебоксары – это лицо республики. Поэтому все работы по благоустройству города, развитию его транспортной структуры, создание полноценной системы ливневой канализации – это должно быть безусловным приоритетом. Целый ряд моментов, которые мы обсуждали по брендам республики, я не буду их называть, они очень важны. Много раз про них говорили. И мы очень рассчитываем, что главное, чего мы должны добиться в результате этого, чтобы у каждого жителя республики появилась возможность реализовать себя как в трудовой, так и в культурно-досуговой сфере. И чтобы действительно республика стала экологически чистым регионом, о чём мы говорим всё время, местом, где комфортно жить, работать, учиться, творить и отдыхать. Поздравляю всех с праздником. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.